На белорусской земле немало мест боевой славы, но именно в Брестской крепости герой острее всего чувствуется связь поколений защитников Отечества. Патриотическая акция «Дорогами памяти и единства» объединила сотрудников Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникации. В митинге-реквиуме на площади церемониала в цитадели над Бугом приняли участие председатель Белпрофтранса Николай Масюк, председатель Брестского областного объединения профсоюзов Николай Шум, председатель Брестского городского совета депутатов Николай Красовский и профактив областной организации отраслевого профсоюза. В год исторической памяти мы проводим акцию, посещаем исторические места, героические места, где советский народ, и белорусский в том числе, там у нас такая национальная страна была, защищала нашу родину, нашу независимость, мирное небо. Мы должны сплотиться, четко понимать, куда страна должна развиваться, правильно объяснять нашим членам профсоюза политику и правительству, и президента. Мы за то, чтобы мирное небо было над землей и сохранить свою независимость, свою государственность. Сотрудники Белорусского профессионального союза работников транспорта и коммуникаций в рамках патриотического марафона посещают исторические места нашей Родины, отдают дань и уважение погибшим в годы Великой Отечественной войны, вспоминают о мужестве, стойкости и героизме наших предков, положивших жизнь на алтарь свободы и независимость Беларуси. В Бресте посещаем памятные места исторические, затем едем в Варановичи, там тоже несколько мест таких посетим, посетим концлагерь бывший, где захоронено 22 тысячи мирных жителей. Посетим даже памятный знак, где были расстреляны чешские мирные жители. Мы помним их, храним и защищаем те места, где захоронены их жители. Первый раз принимаю участие. Для меня это очень важно, на самом деле, вложить что-то, какую-то свою отдушину в то, что я верю, до сих пор надеюсь на то, что молодежь будет принимать участие в акциях патриотической направленности, что для меня важно, чтобы каждый из молодого поколения понимал, чего стоит сейчас наша свобода и чего не стоит забывать, и что в дальнейшем, в будущем мы рассказывали своим детям о том, что свобода не так просто достается. Сохранение памяти о Великой Отечественной войне, уважение к памятным местам боевой славы, увековечившим трагические и героические события прошлого, возможность обсудить с широким кругом общественности ветеранами, молодежью, знаковые для нашей страны события, напомнить о той дорогой цене, заплаченной предками за независимость и суверенитет Беларуси. Вот та самая цель, на которую направлена акция «Дорогами памяти и единства». Мы должны помнить о тех, кто завоевал нам свободу и независимость, помнить и передавать эту память из поколения в поколение. Профсоюзы взяли шефство над многими такими объектами, памятниками, облицками, братскими могилами. Мы их благоустраиваем, реконструируем, ремонтируем. Единство народа – залог процветания и достижения поставленных целей, а потому в силах каждого оставить будущим поколением в память о предках процветающую страну.